Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер с сайта Ремонтка.про. Сегодня хороший технический вопрос. Черные полосы по бокам экрана на персональном компьютере или ноутбуке? Как исправить? Среди распространенных проблем пользователей с изображением на экране монитора это вот эти черные полосы или области по краям экрана. Обычно слева или справа от изображения. Но иногда возможен вариант расположения их и сверху и снизу. Бывает. В этой секретной инструкции мы подробно расскажем нашим зрителям, чем может быть вызвана данная проблема и как убрать черные полосы по бокам экрана в Windows 11, Windows 10 и других версиях системы. Итак, поехали. Итак, первый вопрос. Неправильно настроенное разрешение экрана – это главная причина появления черных полос по краям экрана вашего монитора. Экран ноутбука или компьютера имеет определенное разрешение, размер в пикселях по горизонтали и вертикали, и идеальное качество картинки достигается, когда именно разрешение, настроенное в Windows, соответствует фактическому разрешению именно экрана вашего монитора или экрана вашего ноутбука. Если установить разрешение, отличающееся от реального разрешения экрана, возможен один из следующих вариантов. Первое изображение будет автоматически масштабировано так, чтобы занимать весь экран, в некоторых случаях при этом становясь растянутым. Все кружочки какие-то такими овалами, блинчиками становятся, и так далее, или наоборот. Следующее, оно будет масштабироваться частично по одной из осей с сохранением пропорций. В этом случае вы увидите полосы по бокам вашего изображения, по-любому. Ну и третье, масштабирование не будет выполнено совсем. В такой ситуации вы можете увидеть изображение, которое занимает не весь экран, а располагается по центру с черными краями со всех сторон вашей картинки. Вот как-то так. И вот как раз основное решение данной проблемы – это установить правильное разрешение экрана. То есть именно то, для которого предназначен ваш монитор, и которое отмечено как рекомендуется в параметрах экрана Windows. Так что, в принципе, вы должны знать разрешение вашего монитора, вашего ноутбука, вашего внешнего монитора, и знать это число. Очень многие попадаются в своих настройках, выставят там какое-то не то, непонятное и так далее. А потом, ой, он у меня неправильно показывает. Так что, система, дисплей, правильные настройки. Идем далее. Следующий вопрос. Возможные проблемы при настройке правильного разрешения экрана. В некоторых секретных случаях установить правильное разрешение не удается. Например, список доступных разрешений в параметрах дисплея ограничен и не содержит того, которое требуется установить для монитора. Возможные причины и решения. Первое – это отсутствие установленных драйверов видеокарты. Это очень часто случается. Решение – это вручную скачать и установить оригинальные драйверы с официальных сайтов NVIDIA, AMD, Intel или сайты производителя вашего именно ноутбука. Причем, установить следует не только драйверы для дискретной видеокарты NVIDIA или AMD, но и для интегрированной видеокарты при ее наличии. Отсутствие драйверов для нее также может влиять на наличие черных полос на экране. То есть, две видеокарты у нас для обоих и установленных драйверов. Следующее – использование переходников. Это очень больное место. И адаптеров для подключения монитора. Они могут влиять на список разрешения монитора, который видит компьютер, оставляя лишь набор стандартных решений. Основное решение обеспечит прямое подключение по соответствующему интерфейсу. Например, DisplayPort или HDMI. Вот эти все переходнички, ох, они влияют на всякие вот эти настройки. Ну и следующее. В редких случаях для продвинутых мониторов может потребоваться именно оригинальный драйвер монитора от производителя, который обычно можно найти в разделе поддержки соответствующей модели монитора на сайте производителя. Последние вот эти вот крутые мониторы со своими выкрутасами и так далее, они требуют именно драйвера. Так что смотрите и ставьте правильные драйверы. Ну а теперь давайте разберемся с масштабированием изображения. Иногда даже при правильно установленном разрешении изображение может иметь черные полосы по краям. В этом случае причина может быть в настройках масштабирования изображения, которые могут задаваться отдельно в параметрах монитора и утилитах управления изображением от производителя видеокарты. Итак, первый вариант. Меню монитора. Заходим в зайти, в которое обычно можно с помощью какой-либо кнопки на корпусе монитора. Бывает сзади джойстик, кнопочки, так сказать, на передней панели. Обязательно надо туда зайти. Потом надо нужный пункт в настройках выбрать. В настройках монитора обычно он расположен в параметрах изображения. Это дисплей, пикчур и может называться по-разному. Имидж, имидж сайз, вайт моде, скейлинг, масштабирование. По-разному может называться. Попробуйте найти такой пункт и изменить его значение, проверив результат. Также на многих мониторах в меню присутствует опция сброса настроек. Очень часто это дело помогает. Сброс может помочь решить данную проблему. То есть сбрасываться по умолчанию после непонятных настроек. Вот это вот с помощью сброса настроек вашего монитора мы решаем очень часто проблему. Вторая возможность. Настройка масштабирования в утилитах от производителя видеокарты. Например, в панели NVIDIA параметры масштабирования можно задать в разделе дисплей. Далее регулировка размера и положение рабочего стола. Обычно лучшие варианты при условии правильного установления на разрешение экрана. Это мы переходим на формат изображения. Или не выполнять масштабирование. А вот в центре управления графикой Intel или в утилите настройки видео AMD Параметры масштабирования можно найти на вкладке дисплей. Ну и как всегда в конце нашего видео дополнительная секретная информация для наших зрителей. Итак, некоторые дополнительные нюансы, секретные которые, могут помочь в решении данной проблемы. Итак, первое. Если проблема возникает только в отдельной игрушке или программе, работающей в полноэкранном режиме, изучите настройки изображения в этой игре и постарайтесь подобрать разрешение, которое будет правильно масштабироваться на экране. Учитывайте, что для некоторых очень старых игр это может не получиться. И придется смириться с тем, что изображение выглядит именно таким образом. Следующее. При использовании двух мониторов в режиме дублирования экранов разрешение на обоих мониторах может быть выставлено только одинаковым. Если одним из мониторов разрешение не поддерживается, изображение на нем будет искажено. В том числе проявится, рассматривая вот эта вот проблема. Решение это использует другой режим, например, расширить эти экраны и установить правильное разрешение для каждого из мониторов. Или уже тогда самый оптимальный вариант – покупайте, если уж два монитора, то одинаковой модели. Следующее. В случае, если при установке родного разрешения экраны, экранополосы пропадают, но текст и другие элементы кажутся слишком мелкими, используйте параметры масштабирования Windows 11 и Windows 10. И это решает проблему для большинства приложений. Но для правильного применения параметров масштабирования следует все-таки перезагружать компьютер, как я вам говорил ранее. Ну, в принципе, все. Надеюсь, один из вариантов поможет в вашей ситуации и позволит избавиться от черных областей по бокам изображения. Если же остаются вопросы, пишем в комментах, будем разбираться. Удачи вам и правильного изображения! Это канал «Компьютерная Академия» и наш партнер – сайт «Ремонтка.про». Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok